Здравствуйте, мои хорошие! Такой ветер снимать невозможно. Видите, какая я стала? Лохматая, кудрявая, не пойми, как кто. Сейчас Толя приедет за мной. Не холодно на улице, но ветрище просто ужасное. Но вот обещают 6 марта 10 градусов тепла. И дальше должно быть потепление. Ну, очень ветер сильный, просто. Хотела бы отвечать на вопросы. Много вопросов задаете, но нет, не получится, видимо, на таком ветру. Хотя, может, и ничего. Спряталась за остановку от ветра. Многие меня спрашивают по нескольку раз. Что с Момой, с Филей. Перед отъездом у меня их забрала приятельница. Они ей очень нравились. Она говорит, ну, страшно оставлять. Да мне самой страшной было. Но сказала так, что если привыкну, то не отдам. Теперь, говорит, не отдам. Ну, и, может быть, и слава Богу, потому что мне же уезжать. Куда ж я такую толпу повезу в квартиру? А им тут привычно. Спрашивают, почему черный не стриженный? Да не дается он стричься. И мыться не дается. Он всю жизнь был бездомным. А тут на тебе, мыть его будут. О, Толик приехал. Не ходят в выходные у нас автобусы и в праздники. Поэтому приходится на такси ездить. Вот я сейчас с венецианскими все. Я всегда с ними. Привет. Привет. Мне уже там женщины написали. Какой приятный мужчина. Ай, миленький. Приехала с магазина. Кабася пришел, молочка попил. И спит. Печка топится. Красота. Стекло грязное, закопченное. Я так люблю смотреть на огонь. Почему у меня так печка напротив дивана практически. Сижу и смотрю. Так здорово. Дымком пахнет. Дрова трещат. Так, еще вопросы какие были. Спрашивали меня, знаю ли я Витя, как себя чувствует. Слава Богу. Он мне звонил. Ему в Москве спасли почку. Убрали там что-то там на этой почке. А почку спасли. Я так за него рада. Вот дай Бог ему здоровья. У меня без него и унитаз протекает. Ой. Ну, в общем, много всяких вещей. Дай Бог здоровья, Витенька тебе, мой дорогой. Вот друг прям, вот друг. Золотой человек. И это не я одна так считаю. Так, эти заборы, конечно, местные за окном. Вот, еще спросили меня, почему такие видео короткие? Мои золотые. Длинные видео мало кто смотрит. Длинные видео, там рекламы много ставится. А покороче вроде, ну чего затягивать-то? Хотя, может, я и не права. Подскажите, кто специалист в этом деле. Вон, небушка, проясняется. Еще писали мне девочки про посылки. Мои золотые. Я никого и не прошу, и не принуждаю присылать мне посылки. Но, конечно, если у вас есть такое желание, если вы там чистили свой дом и нашли там какие-то, ну не знаю, там, бусины, ну не знаю, там, веревки какие-то интересные, ну то, что вам не нужно, а выбросить жалко, то, конечно, я просто вот с радостью и с благодарностью приму. А так, чтобы специально мне там слать какие-то посылки. Да ну, девчонки. Я вот даже не знаю, чего вам сказать, честно. Вот Чулпан просит картину нарисовать. Вот Чулпан, дорогая, мне уже неинтересно вот просто картину рисовать. Хочется какой-то объект сделать. Я вот наделала этих досок разделочных. Ну, сейчас вот буду дарить на 8 марта. Ну, не знаю, как-то. Мне нравится это дело, но... Это все опять деньги, деньги, а потом все это раздариваешь. Вы меня тоже поймите, я ж не миллионерша. Ну вот, Лидия Пивоварова спрашивала, почему моим не нужен Крым. Лидочка, ну не нужен им Крым. Они ездят отдыхать в страны нормальные. У двоих внуков мама в Болгарии. Вот их привезут, конечно, потому что у Макарика, у старшего экзамены, а потом они поедут в Болгарию к маме. Вы уж меня простите, но Крым с Болгарией не сравнить. Вот поэтому и не нужен Крым им. Вот видите, это у меня что вот на крыше? Это у меня с осени облетает крыша. Это вот так сделали замечательно местные мастера. Вот эту мягкую, я не помню, как она называется. Она с осени вместе с птицами полетела. И вот по всему участку, причем мы звонили, никто так и не приехал к нам. Мои золотые, я окно-то помою, сейчас просто холодно. Ну уже радует, что уже небо такое стало не хмурое, а с солнышком. Вот, ну и пока, наверное, собственно говоря, все так вопросы-то. Ну что, вот представляете, 7 декабря я уехала. Ой, нет, нет, не 7. Нет, 11. 7 Аленка ушла. 11-го мы уехали. Вот. И вот эти мои рыбоньки на почте, девчонки золотые, все мои посылки не отправили назад. Вот спасибо им огромное, мои хорошие девочки. Да что ж, как неудобно. Так, инструмент. Отлично. Я уже, честно говоря, и забыла, что я там заказывала. Во-первых, я не могу зайти на Алиэкспресс, потому что Аленка там пароли делала. Нет, так, ага. Тросик ювелирный. Так, сейчас еще посмотрим. Сейчас я вот так вот, вот, сделаю. Подбородком зажала. Вот. Угу. Вот такие вот штучки. Ой, только у меня туда бусины не войдут, они маловато. Ну, ладно. Вот. Ой. А еще вот такие вот. Да, видите? Такие штучки. Правда, я уже забыла. Столько времени прошло. И такие. Что? Так. Это понятно. Сейчас вот это что? Ой. Сумбурно все, девчонки. Ой, ура. Господи, как я могла забыть. Как я хотела вот эти бусины металлические. Да, они, конечно, маленькие. Я думала, они побольше. Все равно обалденные. Будем делать. Вот такие бусинки металлические. Ну, что я хочу сказать. У меня практически нет пинов. Вот такие вот шапочки. Вот захотелось мне. Вот такие вот шапочки. Я ни разу их не заказывала. Прям вот захотелось. Не знаю. Ну, заказала, да. Ну, что, хвалить я не буду Алиэкспресс. Те, кто заказывают, знают. Мы с Алиночкой начали заказывать из Китая. Сейчас вам скажу. В седьмом году. Да, уже 12 лет назад. Сначала мы заказывали... Ой, сейчас еще. Через посредников. Потом открылся Алиэкспресс. Вот. И вот мы вот это все заказывали. Заказывали столько лет. Всякое бывает. Бывает, да. Я не заказываю обувь себе. Потому что у меня нога широкая. И я не попадаю. Вот. Ну, тапочки можно заказать. Вот. А так вот нет. Вот. Одежду тоже я много раз промахивалась. Потому что у них, конечно, немножко размерный ряд другой. То есть, если у меня по груди нужно 54-й, то у них нужно заказывать больше. Вот. А так... Прелесть. Так. Так что, девочки мои... Кому я что-то должна доделать? Ирина вот с рынка Черноморская. Оксаночка Кормщикова моя золотая. Придется подождать. Сейчас я... То ли мне нужно по новой. В общем, ладно. Сейчас разберемся с этим Алиэкспрессом. Вот. Мои дорогие. Вот делала вот такую вазочку. Куда-то это видео подевалось. Саша пока перекачивал на диск. Не знаю, куда оно девалось. Вот. Но я вам хотела показать, как из разномастной посуды, из остатков просто посуды, можно сделать вот такую... Вот такую вот вазочку. Из чего это получилось? Вот это от масленки осталась крышка. А вот это розетка, видимо, одна тоже. А вот эту штучку я купила в фикс-прайсе за 55 рублей. Это подсвечник. Вот с помощью его можно наделать чего угодно. Вот. Я посадила это дело на эпоксидку. Приклеила. Ну и все. И теперь это навечно. Вот. А получилась вот такая симпатичная штучка. Так что, мои хорошие, не выбрасывайте остатки посуды. А делайте новую посуду. Я все время говорю, мы так загадили землю мусором, что нужно давать вторую жизнь вещам. Ну, хорошенькая же, правда? Давайте не будем засорять в землю. Хорошо? Я вас люблю. Пока-пока, мои дорогие. А кто случайно зашел на мой канал, подписывайтесь. Я никогда этого не говорю. Я все время про это забываю. А вот другие блогеры постоянно говорят. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь. Что-то вообще за сутки подписалось всего пять человек. Ну, обидно же. Стараешься, стараешься. Ну, все. Пока-пока, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok